Не, ну мужики, так-то бы я бы мог проехать, и никто бы... Ну так-то вы, мужики, выезжали, могли бы дать проехать, и никто бы никому... Где три метра? Где три метра? На Медне, не поздним еще вечерком на Уралмаше в одном из дворов на Кировградской не поделили узкую дорожку два автомобиля. Какой породы был тот, что въезжал во двор, доподлинно неизвестно. Александр Александрович именно так отрекомендовался. Автор видеозарисовки с натуры об этом скромно умолчал, сакцентировав все внимание на том, что дорогу ему не уступила крутая черная Toyota Camry с блатными номерами и с двумя гражданами из ближнего зарубежья в салоне авто. Как полагает Сан Саныч, именно она должна была двинуться задним ходом, уступив ему дорогу. Руководствуясь правилом правой руки, уверял хозяин регистратора, приславший видео в редакцию ТАУ, добавив, что он человек неконфликтный и на провокации не поддается. Потому он отъехал метров пять назад и, зарулив в карман, пропустил черную иномарку. В комментариях Сан Саныч вопрошал, дескать, у нас что, чем круче машина, тем ближе 90-е? Хотя, если судить по голосу комментатора, в лихие 90-е он был лишь подростком, а повзрослев уралмашевский мужчина, в адрес неуступчивых, как он сам называл граждан из ближнего зарубежья, на нервяках отпустил так много нелестных и непечатных реплик, что мог в собственном дворе запросто попасть под их горячую возмущенную руку. К счастью для Сан Саныча, они этого не услышали. Могли бы уж и подождать, пошел. Наши эксперты, к слову, усомнились в целесообразности версии «Оправили правой руки» в данном случае. Помеха в виде припаркованных у фасада дома автомобилей была как раз на стороне Сан Саныча. Значит, именно он должен был уступить дорогу. Это, во-первых, что же до крутизны и номерной блатоты на дороге все равны. Это касается и граждан ближнего зарубежья. Хотя парни, выезжавшие с Уралмашевского двора на черной иномарке, на взгляд наших экспертов, скорее всего, граждане России. Выходцы с гор, только не уральских, это во-вторых. В-третьих, во дворах так называемое правило правой руки на узкой дорожке никакому месту, вероятно, не приладишь.